Каждая музыкальная фраза должна быть пропета. Уникальный человек, заменяющий целый оркестр. В моих планах стать ассистентом тоже дирижера. Как он вообще управляет роялем, какая у него энергетика. Ее слово значимо, и она точно знает, куда вести. Снимали фильм и включили нас прямо в сюжет. Он меня представил как бы вот элите оперного мира. И музыка, и любовь, и любовь к музыке, и между нами музыка. Говори обо мне. Авторская программа Юлия и Надя Генюш. Поздравляем всех-всех-всех с наступлением такой очаровательной погоды, как «Дыхание осени» напоминает о романтике жизни. Ну и, конечно же, представляем сегодня в студии, прямо сейчас, еще одного гостя, которого зовут Сергей Йоров. Это музыкант. Добрый день, Юлия. Добрый день. Очень рад вас снова видеть. Спасибо. Ты знаешь, вместе с музыкантами, вместе с людьми, которые так тонко чувствуют жизнь через музыку, очень приятно воспринимать смену сезонов. Вот сегодня нам погода нашептала, что да, пришла смена сезонов. А с тобой, романтичным человеком, в первый раз ты появился в студии, вместе со своей очаровательной, тогда еще будущей женой, она сейчас тоже здесь, Валерия Чипсова. И случилось чудо, это было, правда, весной, ты прямо в студии сделал предложение. Причем, когда, это было, когда у нас в программе «Говоря обо мне» были тогда еще рубрики, и мы пытались как-то этот разговор вести именно по рубрикам, и это была рубрика, где все мечтали, где была рубрика «Вам и не снилось». И мы пытались спросить у Валерии, о чем она мечтает, и она говорила о концертах, о больших сценах, о чем-то, о чем-то. Ты аккуратненько достал колечко, смотрел на нее влюбленными глазами, подносил колечко все ближе и ближе, она все говорила и говорила про большие сцены. Ну, рассказывайте же, как вы пьете кофе по утрам, и все ли сбылось? Это самый главный наш вопрос. Все продолжает сбываться, конечно, мы продолжаем работать к достижению своих целей. Все получается пока что, конечно, как и спланировалось. Мы знаем вас как дуэт. Музыканты, которые ты концертмейстер, Сергей именитый концертмейстер. Он из Великого Новгорода, так красиво очень, да, говорить об этом. Да, столыбик городов русских. Да, и работал с солистом оперных театров, еще там, по ту сторону океана, и с Еленой Образцовой. Ну, в общем, сразу же можно эту совершенно планочку, да, так вот обозначив, потихоньку оставить. И, конечно же, спросить, что оттуда помнишь, какие у тебя ощущения, и оправдались ли надежды на этот континент по той траектории, когда ты приехал, и когда сделал предложение, и когда вот это все у тебя здесь в музыкальном плане свершилось? Конечно, оправдывается, сказывается вот эта погоня за американской мечтой, что здесь открываются невиданные возможности, и здесь в моей специальности я встречаюсь с такими выдающимися певцами, музыкантами, и могу с ними работать, как-то соприкасаться, а также быть причастным к театру Метрополитен, опера, работать с певцами оттуда. Я пока что не работаю конкретно там, но это в моих планах, это моя мечта работать в этом театре, поэтому я здесь. И также мечта, чтобы моя жена пела на этой сцене. Этого театра. Ну, давайте тогда потихонечку сейчас обозначим, а потом поподробнее в этой программе уже расскажем, какие сцены уже были вами прочувствованы. Я не хочу сказать покорены, да? Это какая-то не история покорения или там, как это, да, добиться, побить какие-то рекорды. Это именно про ощущения, про то, как вы наращивали свое, да? Прямо вот чуть-чуть сейчас расскажи, что за это время произошло. Это было три года назад? Я думаю, да, три года назад уже прошло. Ну, женатство, я думаю, больше знает, когда вы поженились, да? Когда было сделано предложение. Три года, Валерия? Всем гостям. Да, спасибо. Да, совершенно просто потрясающие эмоции здесь оказаться. Воспоминания невероятные. И да, очень много всего, конечно, произошло, но не так, как хотелось, потому что была и пандемия, да? Да, то есть... Ну да, вам выпало на долю, конечно, такое сразу здесь. Да, то есть мы только приехали, и сразу это случилось. Но нам, в принципе, это, я бы не сказала, что сыграло на руку, но так как мы дуэт, у нас было больше времени вместе репетировать, работать над какими-то программами. То есть мы сделали огромную программу, и... Сейчас пытаемся продвигать ее, выступая на разных площадках, очень разных. Это и Центральный парк, Bethesda Terrace, и Ньюбаум, Беншелл. Это вообще разные какие-то музеи, какие-то арт-галереи. Это очень разные площадки. Ой, потрясающе. Потрясающе. И все, собственно говоря, как вы задумывали, так потихонечку и движется к тому, чтобы вы куда вышли. Вот сейчас твоя именно мечта о Метрополитен-Опере, как вот в месте работы, или что у тебя внутри? Ну, конечно, да. Потому что, видишь, мы уже поняли, что если здесь загадывать, то точно сбывается. Да, тогда нужно загадать, чтобы поработать там непосредственно в Метрополитен-Опере. И в других театрах, и в концертных площадках. Вообще быть востребованным, как специалист. Оперный коуч, чтобы... Ага, вот так. Да, быть успешным. Красиво, красиво. Мы встретились на фестивале музыкальном, да, оперного пения. И это было единственный раз, когда вы там были? Или вы после этого еще участвовали в этом фестивале? В этом конкретно нет, больше не участвовали. Но я периодически... Ты продолжал работать в Садыкове? Я периодически с Садыковым работаю, да. Привет, Садыковым. Да, да, да. Красивая история. Хорошо. Ну, мы обычно в начале программы, для того, чтобы субботнее утро не было каким-то таким сильно насыщенным, потихонечку спрашиваем, а какое кофе вы любите пить? Вот можно я не буду спрашивать вас, а вас персонально, да, вот Сережу? А Сережа, а Валерию, а Валерии. Сережа, какой кофе Валерию по утрам предпочитает? Валерия предпочитает, я думаю, латте по утрам. Ага, с овсяным молоком? С овсяным молоком, конечно. Латте с овсяным молоком. А с сахаром любит сахар? Без сахара. Валерия, ну что, правда? Все правда, да. Ну, а ты скажи, какой кофе предпочитает, Сергей? Американо. Крепкий. Без овсяного молока. Без молока, без сахара. Ой, хорошо. Ну ладно, вспомним Великий Новгород. Поставлю сейчас одну очаровательную вещь, которую мы послушаем. А я пойду вот американо Сережу подготовлю. Я все-таки сварила тут в кулуарах. А вот латте с овсяным молоком, не обещаю, Валерия, в следующий раз. Спасибо. Это программа «Говоря обо мне». Общаемся сегодня с замечательными ребятами. Словно песня без слов Говорят про любовь Голубые огни, Василько. Я иду по раздольным лугам, К Василькам, к Василькам, к Василькам. И куда ни взгляни, В эти теплые дни Улыбаются людям они. И куда ни взгляни, В эти теплые дни Улыбаются людям они. И куда ни взгляни, В эти теплые дни Улыбаются людям они. В эти теплые дни Улыбаются людям они. И куда ни взгляни, В эти теплые дни Улыбаются людям они. Для меня нет прекрасней цветов Васильков, Васильков, Васильков Потому что в глазах для меня дорогих Вижу свет Васильков полевых Потому что в глазах для меня дорогих Вижу свет Васильков полевых Говори обо мне Авторская программа Юлия и Надя Генеуш Ну мы продолжаем наш разговор здесь Пока на Кипр не летим Хотя не знаю даже какие Удивительные мечты и планы У этих людей, у которых всегда все сбывается А ведь говорят, чем ближе к счастливчикам Тем и мы тоже ближе к удаче и ближе к небу Это Сергей Иоров и Валерия Чипсова Сегодня они здесь И то, о чем мечтали, собственно говоря, сбылось Талантливые люди с самого начала, с самого детства Сейчас мы сфокусируем внимание опять же на Сергея Иорове Сережа, а вот правда у тебя получилось так Что все, о чем ты мечтал в самом детстве Мечтал попасть в престижную музыкальную школу ЦМШ Центральная музыкальная школа Это одна из престижных Ведь эту же школу заканчивал Сергей Рахманинов, насколько я помню У Зверева он учился Сергей Рахманинов учился в младших классах в Петербурге А потом уже в консерватории Примосковской консерватории Да, тогда еще Она примосковская, да Но она возникла позже уже, Рахманинова А, ну понятно, ну хорошо, ясно Ладно, привет в любом случае Всей той истории Сергея Рахманинова и его учителя Зверева А у тебя кто был учителем и кто повлиял на то, что ты выбрал такую трудную дорогу На то, что эта дорога тебя вдохновляет И на то, что ты сейчас берешь такие высоты здесь в Америке Да, хочу поблагодарить своего профессора Замечательного Александра Шотовича Мдаянца Который привил мне вот ту любовь на самом деле К внутреннему пению, я бы сказал То есть все, что играется на фортепиано Несмотря на то, что мы занимались и готовили Ну, он готовит пианистов как солистов У него вокальный такой подход Он заставляет пропевать все И то есть вся каждая музыкальная фраза должна быть пропета Да, вот это, наверное, очень важно И он сам когда-то тоже аккомпанировал В аспирантуре очень успешно Но он больше сольный, конечно, пианист В ЦМШ вообще была очень хорошая подготовка концертмейстеров Потому что там преподавали ученики Ваши Николаевича Чачавы, очень известного концертмейстера советского И российского И в концертуре я просто продолжил этот путь И это довело меня до большого театра До стажерской программы Где я уже оттачивал это Уже погружение настоящее А вспоминая твое сотворчество Или твое выступление с Еленой Образцовой Что можешь особо так это вспоминать Потому что это же совсем-совсем сильные впечатления Особенно для молодого человека Да, конечно Это одна из самых неожиданных таких встреч Когда в Большом театре я играл на ее уроках Она приходила и давала мастер-классы Это было очень большое впечатление С работой с таким мастером Конечно Она же могла очень легко тебе там что-то сказать Да, здесь не нужно, здесь нужно Или то, как у тебя такой невероятный путь Ты с самого детства в детской музыкальной школе Учился на концертмейстера Там же и психологические тоже подстройки Настолько там это все деликатно настроено На то, чтобы быть с учителем на одной волне И поддерживать ученика, который Если мы говорим сейчас о классах Да, Елена Образцовой То есть это же твоя какая-то уникальная стихия Где ты как рыба в воде Да, конечно Но она в основном работает, конечно, с вокалистами А я лишь подчеркиваю какие-то ее способы мыслить Как-то пытаюсь воздействовать Вау, как круто прозвучало Подчеркиваю способы мыслить То есть, представляете, работа концертмейстера Вот она прима, вот она объясняет И вот концертмейстер, который аккомпанирует И ученику, который сейчас повторяет за ней И этот концертмейстер подчеркивает ее способы Продолжает ее способы мыслить Здорово ты сформулировал Ты здесь ведешь свой класс, да, концертмейстерский уже? Пока нет еще, но собираюсь Мастер-классы делаешь? Я бы хотел, да Ну еще бы, это же мастер-классы бывает Кладись просто Конечно Да, я потом работал, сейчас сотрудничал с фондом Еленой Образцовой Который в Москве сейчас Который дает тоже молодым певцам большие возможности выступать Совершенствоваться, приглашает ведущих педагогов Так что она сделала очень большое дело И последователи ее, да Красиво Хорошо, давай продолжим Ты, я знаю, что ты работала с дирижерами Синайский, Юровский А там твоя работа как? В чем у тебя была самая такая твоя концентрация на чем? В основном это спевки, когда певцы приходят Дирижер их отслушивает Я заменяю оркестр, собственно говоря Дирижер может даже начать дирижировать концертмейстером То есть как оркестром То есть давать темпы, какие-то пожелания Ну такой он уникальный человек, заменяющий целый оркестр Сергей Юров Это действительно не так По значимости, я думаю, тоже так же, да, все это Вообще в моих планах стать ассистентом тоже дирижера Ассистент дирижера Ну да, это как бы такое логичное продолжение моей профессии Ты работал как артист оркестра и концертмейстер на мюзикле «Красавица и чудовище» Это было еще давно, когда ты еще не перебрался на эту сторону океана Сейчас сравнивая продакшн с здесь и там Понимаешь какие-то отличия и чувствуешь себя где-то значимее там или здесь? Ну это тоже был очень хороший качественный продакшн компании «Стейдж-энтертеймент» международный И он ничуть не уступал лучшим бродвейским образцам, которые здесь есть Работа с артистами была тоже очень тщательная Там тоже были вокальные педагоги, которые постоянно следили за... Ну и я как концертмейстер должен был постоянно следить и отрабатывать все номера с певцами Большие ансамблевые сцены Это все нужно репетировать очень тщательно Ну понятно, то есть вся вот... Знаешь, как говорят, что когда ты выходишь на сцену и блистаешь, это верхушка айсберга Сейчас ты нам открываешь тот самый айсберг, который находится под водой Да, вот концертмейстер это тот человек, который всегда за кулисами, который смотрит за тем, чтобы все, что планировалось То, что композитор написал и постановщик, режиссер Это и идея, это и менеджмент, это и поиск талантов, правильный фокус, выявление Кто же там на самом деле главный, кто второстепенный и не ошиблись ли в кастинге Ну да, наверное, это тоже В общем, уважаемые радиослушатели, если вы собрались сделать какой-то крупный продакшен Если вы знаете, что да, это будет красиво, приглашайте Сергея Иорова Потому как это залог вашего успешного абсолютно точно на всех замыслах успешных Наверное, вот так давай сделаем Хорошо, ты знаешь, меня еще поразила одна вещь Ну нет, не одна, конечно, в твоей биографии, музыкальной, творческой биографии Давай так говорить, потому что, конечно, уже после всего того, что я о тебе знаю Очень хочется с большим уважением, ну не то чтобы навышь опытом, но с огромным уважением К тому пути, который ты проделал и к тем интересным событиям, в которых ты участвовал Мы все уважаем Александру Пахмутову Мы росли с ее песнями И это не из серии, да, когда к вам подходит человек, вы себя чувствуете такой моложавой барышней Да, человек явно там практически, допустим, с изящной тростью, но с тростью И говорит, я росла на ваших песнях Да, тоже такая Ну, Александр Пахмутов и Николай Добронравов Это те люди, которые действительно были лицами эпохи, длинной эпохи Мы не будем говорить сейчас ни о политике, ни о чем-либо другом Это просто музыка и просто восприятие жизни Ты аккомпанировал, ты был концертмейстером на концертах Александра Пахмутовой Когда хоры пели ее, не нужно говорить на каких концертах Важно вот именно сотворчество Да, да, это были очень высокого уровня концерты Просто мы сейчас с тобой в политику никуда не вляпались Очень хочется вот именно только твою значимость Как ты определил для себя эту значимость? Какой был большой хор? Как она там была? Как ты был? Вот это вот все Да, был торжественный очень концерт И хор был Академии имени Попова Хор мальчиков Училище имени Свешникова Это очень известный хор, который уже существует очень давно Они подготавливают мальчиков Впоследствии практически все вырастают, становятся певцами Многие выдающиеся певцы закончили вот это училище, академию И стали выдающимися солистами Поэтому это немного похоже на центральную музыкальную школу Для вундеркиндов, только для вокалистов это училище свешников А вот ты чувствовал себя вундеркиндом, когда учился в центральной музыкальной школе? А ведь ты же приехал и жил в интернате из Великого Новгорода, да? То есть это же сразу жизнь, посвященная музыке Из дома уехать Ну, я себя не чувствовал, но вокруг меня были еще более талантливые, наверное, люди Дети Многие гениально одаренные, я бы так сказал Да, я был вот вокруг вот этого А с кем ты учился? Кто сейчас, где блистает? Чтобы мы, может быть, кого-то на слуху вспомнили сейчас из тех, кто Я учился и в ЦМШ, и в консерватории Многие разъехались, да, сейчас кто-то Павел Колесников в Лондоне Никита Мдаянс, это сын моего профессора Мой одноклассник, он добился очень больших высот в портепенном исполнительстве Он живет во Франции сейчас Очень много, очень много людей Практически вся верхушка Московской Классической Сцены Это молодые музыканты Это все, кто меня окружал в консерватории И вы остались в общении, да, это тоже такого Дорогого стоит, если ты продолжаешь Да, периодически мы встречаемся Если кто-то приезжает в Нью-Йорк Всегда очень рад видеть Красота, спасибо Спасибо, что с таким теплом вспоминаешь ту историю Потому как это, да, через всю жизнь перенесенная история Красиво Хорошо Значит, эти хоры огромные И на действительно самых высоких уровнях И большого театра И выступления с большими хоровыми коллективами Это все было вот там, когда это все начиналось И здесь ты за эти годы, да, 4 года Тоже прошел огромный путь Давай ты, может быть, мы тебе никак не дадим кофейку глотнуть Давай мы сейчас у очаровательной Валерии спросим Как вы встретились И надо бы, конечно же, рассказать Как ваше сотворчество развивается И, конечно же, если можно, ты обозначь Какие для тебя самые интересные у него выступления с оперными коллаборациями Да, мы познакомились как раз в Академии хорового искусства И сразу же мы в нашем классе В моем, у профессора Шернина Любовь Александровна Сергей аккомпанировал И мы начали уже тогда работать Я обратила внимание на его профессионализм Как он вообще управляет роялем Какая у него энергетика При этом, я должна сказать, что концертмейстер Он, конечно, должен и поддерживать И музыкально, да, вот оркестр То есть много его должно быть Но при этом Такая скромность, Сергей И терпение Такое, знаете, то есть Никогда Внимание на себя не фокусируется Да, не нужно, да Потому что все-таки солист И преподаватель тоже это солист Чаще всего Сцены И идет такая работа Да, с Пахмутова я хочу сказать Что тоже вот в концерте принимала участие Это совершенно просто Вероятная энергетика Живая, творческая Это всегда какой-то А пришла делать дело Пришла со своей целью Пришла со своей загадкой Маленькая женщина Действительно мощнейшая Мощнейшая Да, то есть Ее слово значимо И она точно знает, куда вести То есть Сконцентрированная Да, такой посыл Сконцентрированный Не Какими-то обтекаемыми Завуалированными Целями Человек апеллирует Да А конкретно просто так Так И за этой энергией За этой быстротой реакции Наверное, да И за этой силой Очень приятно идти Идти, да То есть и оркестр И большой хор И дирижеры Мы все, знаете Как в одном отряде Маршируем с ее песнями Поем И С одной из ее песен Связана еще такая история Помимо вот этих всех торжественных Таких хоровых Мы попали случайно практически на съемки фильма Когда работали на круизе по Волге По Волге Такое тоже было, да И случайно съемочная команда международного проекта Снимали фильм И включили нас прямо в сюжет Потому что мы Услышали, как мы Прям на корабле Репетируем И даем концерты Каждый вечер И в программе как раз у нас была И в программе как раз была песня Горькая Родина Александра Пахмутова Да, она новая То есть 2000-х годов Уже прямо сразу определенного Да, начало 2000-х И вот такая вот Камерная песня Попала в фильм И она по-многому Очень созвучна была Сюжетом Да, она, наверное, да И сейчас очень созвучна И по названию Знаете, вспомним о том Как здесь развивались события Давай вот прям модуляцию Через тарелку Называй Так у моей мамы музыкант Так легко можно тоже определить и сказать Значит, когда все-таки здесь Ты приехал И сразу же включился в работу Как концертмейстер Да, потому что Я приехал по приглашению Вокального педагога Который здесь Пользуется большой популярностью Да и вообще Бывал в среду Он меня представил Как бы вот элите Оперного мира Я бы сказал Нью-Йорка и Америки Ну достойно Потому что мы сейчас Вот как раз уже услышали Насколько у тебя Это действительно так И не случайно Он тебя представил В оперной элите Америки Да, и Нью-Йорк Это вот такой дом Для очень многих певцов Так как здесь Средоточен Главный оперный театр Америки Поэтому здесь Сюда стекается Огромное количество певцов Со всего мира И со всей Америки Спеть аудишн Спеть конкурсы Показаться агентом То есть как-то заявить о себе Чтобы потом Быть замеченным И петь Где-то И поэтому Такие люди Как я Нужны Чтобы Максимально Успешно Показать певца Агентам Оперным Да, чтобы раскрыть Все Педагогам, да Поэтому Здесь много работы Я бы сказал Потому что много людей И очень интересных певцов Со всего света Сержин, ты ощущаешь Собственную значимость, да? Ну как значимость Я ощущаю Востребованность свою И ощущаю Вот это Постоянная Необходимость Совершенствоваться Развиваться Да, это счастье Профессиональная Востребовательность Да И чтобы оперное искусство Существовало И чтобы оно развивалось Даже и глобальные вопросы У тебя тоже стоят Развивать Оперное искусство Красиво Хорошо А вот когда ты встречаешься Здесь С какими-то Людьми Которые Как Алексей Лавров Или Ольга Макарина Вместе с теми Как Допустим Ну я не знаю Брайан Джейд Или Вместе с Каким-то Еще Высшим эшелоном Да То есть Я не хочу сказать О понебратстве Но радость Внутренняя есть Что да Те люди Которые Все равно Какие-то душевные Настройки Тех кто приехал С той стороны Океана Спадают больше Чем Если ты Сразу же За звездой Там Допустим Американской оперы Работаешь Или все равно Музыка уравнивает И у тебя Одинаково Резонирует Я думаю Музыка уравнивает Но вот Вы сказали Про Алексея Лаврова Он просто Учился В той же программе Что и я В Большом театре Правда Раньше меня Но Тут конечно У нас много Пересечений Конечно С русскими Работать Есть свой интерес Как бы Естественно Мы ментально Чувствуемся Друг друга лучше Но музыка Как вы сказали Уравнивает Конечно всех Это безусловно Скажи Вот Нас сейчас слушают люди Которые конечно же Хотели бы поучаствовать В каких-то вокальных конкурсах Ты уже Плаваешь в этой воде И Знаешь Что и как И что главное Что второстепенное Посоветую На какие вокальные конкурсы Лучше идти И как найти тебя Чтобы с тобой К ним готовиться Ну может быть Частным образом Может быть Как-то Потому что Для этого Нужен конечно В первую очередь Педагог грамотный Который Правильно Певца подготовит То есть ты идешь только вместе с педагогом Ты отдельно не идешь Как Ну отдельно тоже Но как правило У всех вокалистов Есть всегда наставник В плане техники Тут Так как я пианист Я могу что-то подсказать Но Педагог Конечно Вокально виднее То есть нужно уметь петь Знать Природу Но это Концермистер тоже Что-то Может подсказать Конечно Здесь А конкурсов Очень много Они разного уровня Очень Тут в зависимости от Человек-любитель Или профессионал Ну какие-то из самых Пафосных Скажи Вот там Матрополитен Оперу Нейшнел Консулы Да Аудишн Да Это Во всей Америке Проходит конкурс Во всех регионах Отбирается Лучший Потом приезжает В Нью-Йорк Joy and Sing Нью-Йорк Вокал Компетитишн Да Много Конкурсов Они все разные Какие-то конкурсы Подразумевают Пение только Арт-сонг Романсов Песен Какие-то Такие Подача Оперных Харри Уже идет То есть Как бы Уже В проекции На большую Оперную сцену Такие Как Конкурсы Как Операли Знаменитые Они уже дают Какие-то выходы К оперным агентствам На большие сцены Ну то есть Тобой можно консультироваться И по этому поводу Сейчас мы Валерия Во-первых Спросим Не забудь Что хочешь продолжить Эту тему Ты когда Влюбилась И ты когда Поняла Что за Концертмейстер Рядом с тобой Все-таки Что важнее Ваша общая музыка Или важнее Ваш общий кофе Утром Кофе Но музыка Нас связала Да Все-таки Я не знаю Здесь как-то Неразделимо У нас И музыка И любовь И любовь К музыке И между нами Музыка Да Сергей Очень Мне конечно Помогает безумно В подготовке И знаете Верить в себя Это действительно Это действительно Не только Музыкальная составляющая Очень большая Психологическая поддержка Скорая помощь Потому что солисты Певцы Конечно Люди Очень чувствительные И разные Бывают солисты То есть Я по себе Сужу Конечно И Вот Ну да Конечно Это же самое деликатное Самое тонкое И даже Просто взглядом Не знаю Легким изгибом Иронично Да Поднятые брови Можно просто Настолько Остановить Поток Творчества Если вокалист Вдруг Там Что-то такое Понял От концертмейстера Какой-то Отзвук Да Идет Какой-то такой Неправильный Потому что Вокалисты Да Вот Сергей говорит Про педагога Это очень важно Это главная Основа И база Все От педагога Наставника Который Именно поет Да Техника Но коуч И пианисту Он подсказывает Музыкально Как в гармонии То есть Вот Цвет голоса С роялем Там Соединить То есть Чтобы это Одного звучания Было Не выбивалось То есть Баланс Баланс По динамике Особая передача энергии От певца К пианисту От пианиста Вокалист Внутри себя Совершенно Слышит иначе Чем это На выходе Случается И слышат Другие И вот Как раз таки Пианист И коуч Он Как второе Вообще Человек Родной Вокалист Он всегда Скажет правду То есть Здесь никаких Вот не может быть Никакой лести Вот Ну только если Перед самим выступлением Как-то поддержать Да Потому что Но вот Самый Процесс Репетиции Конечно Должен быть Профессионально И с критикой Вот так Вот так Он нашел Свою Жемчужину А когда Перед концертом Говорит Ей И льет Мед Насколько Она Хороша Она Спокойно Чмокает В нос И говорит Ты мне льстишь И уходит На сцену Сергей Уруфа Валерия Чебесова У нас сегодня В программе Говоря обо мне Вернемся Обязательно Давайте Вот Этим Разбавим Нынешний Разговор Марио Бионди Тоже Такой Голос Хороший Думаю Сейчас Мы получим Все вместе Вдовольствие Программа Говоря обо мне Оставайтесь С нами Вдовольно Вдовольствие 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 Продуктив Вдовольств Продолжение следует... 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 Продолжение следует...